Пишите и вам ответят. Уже больше месяца в Иванове работает интернет-ресурс, где можно напрямую обратиться к руководству городской администрации с проблемами в сфере ЖКХ. Это страница в Твиттере, называется «Народный инспектор». Здесь можно не только оставить жалобу на бездействие коммунальщиков или рассказать о недосмотре со стороны Управления благоустройства, но и подкрепить сообщения фотографиями. Администрация на Твиттер реагирует, заставляя ответственные ведомства устранить недочеты. В пятницу глава города решил лично проверить, исполняют ли поручения народного инспектора. Первая точка – дом на улице Шувандиной. Жильцы жаловались на опасную наледь на крыше. Управляющая компания – гарант сервис. Совпадение или нет, но глыбы именно с их домов в последнее время калечат горожан. Как видим, сосулек на крыше дома, по которому поступила жалоба, больше нет. Но буквально напротив опасная наледь не тронута. Управляющая компания та же. По тем домам, в которых замечания были и обращения граждан, они устраняются. Соответственно, все дома, которые также имеют возможность схода наледи сейчас на тротуар в том числе, стоят непочищенными. Ну, конечно, мы сейчас решение приняли о том, что мы обязательно этот вопрос управляющей компанией сегодня же поставим. Еще одна точка на карте городских проблем – тоже на сортировке – это стихийная свалка. Раньше здесь были контейнеры для мусора, но их облюбовали жильцы частного сектора. Так контейнерная площадка в буквальном смысле стала помойкой. Тогда баки перенесли поближе к многоквартирным домам, а свалка осталась. Местные жители жаловались при помощи народного инспектора. Мусор увезли, но он вернулся. Проблема требует других мер. К этому со школы у нас свалка. Соответственно, это все будет бездомных собак притягивать. И мы будем тут ждать, когда у нас там сам собой этот рекоператор решится частным сектором. В первую очередь вернуть баки на место, чтобы, по крайней мере, мусор не был раскидан по улице. А затем уже как-то отучать жильцов частного сектора пользоваться чужими баками. Решение требует времени и административных усилий. Главное, жильцы услышаны. А для новых обращений народный инспектор всегда онлайн.